Екатерина Арестова и её коллеги-сотрудники городской детской библиотеки номер два не скрывают своей радости. Такого поступления новых книг в их учреждения за всю историю его существования с 1940 года никогда не было. Фонды пополнились сразу двумя тысячами-сто двадцатью пятью современными красочными изданиями. Которые предназначены для детей самого младшего возраста, то есть для подготовишек. Они могут здесь взять эту книгу и большие буковки научиться читать. Далее. Очень хорошая серия. Читаем от трёх до шести лет. Это серия книг для чтения родителей и детей. В рамках реализации федеральной программы «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в книгохранилище выполнен капитальный ремонт. Теперь это не просто место, откуда будут брать домой, сдавать или читать те или иные издания, а модельная библиотека с самым современным мультимедийным оборудованием. На модернизацию пять миллионов рублей выделили. И сразу видно, на что они потрачены. Ну, раньше была обычная стандартная детская библиотека, которая расположена на первом этаже многоэтажного квартирного дома. Ну, то есть, как в Советском Союзе раньше было. Сейчас же у нас это многофункциональная библиотека. Её разделили на пять зон. Абонемент. Поэты и читатели смогут свободно передвигаться, сами брать со стеллажей понравившиеся им книги или спросить совет у библиотекаря. Есть места для уединённого чтения. Ну, а для самых юных посетителей – уголок с книжками-малышками. А это многофункциональный зал. Портал знаний называется. Здесь у нас оборудованы места для индивидуального чтения книгой. Также для обсуждения, то есть, какого-то книги, произведения автора. И, конечно, самое главное – это у нас событийная площадка. Она у нас оборудована сценой, большим телевизором, электронным пианино. Часть разноцветной мебели, учреждение же в первую очередь предназначено для юных пензенцев, пока ещё в полиэтиленовой плёнке. Очки виртуальной реальности и другое оборудование в коробках. Правда, всё это ненадолго. 9 июня вторая городская модельная детская библиотека на Глазуново-1 распахнёт свои двери для читателей. Продолжение следует...